Легендарная историческая личность с привлекательными усами и по совместительству героя анекдотов Василий Иванович Чапаев собрал чебоксарцев на чай. Праздник, посвященный знаменитому Камдиву, прошел в канун Дня города в сквере Чапаева. Там работала и творческая площадка Таван Радио. Те, кто знал, кто такой Чапаев, отвечал на вопросы и получал призы. Те, кто не знал, после этого праздника точно получил о нем представление. В сквере Чапаева развернули мини-штаб Камдива, играли в настольные игры, рассказывали анекдоты, а на площадке Таван Радио. Клеили усы, собирали пазл, портрет Василия Ивановича и пели песни времен гражданской войны. Так мы узнали, что у директора национальной телерадиокомпании неплохие вокальные данные. Сегодня замечательный, прекрасный день. Весь город отмечает в эту солнечную погоду наш общий праздник, день рождения нашего родного, дорогого, любимого города, нашей столицы, города Чебоксары. Мы решили устроить небольшое такое общение с нашими слушателями уже на этой площадке в сквере имени Чапаева. Сочетание развлекательной программы и образовательной, судя по всему, такой формат горожане оценили. Мы участвовали в детском конкурсе. Вот мальчики у нас сделали такие усики, посвященные Чапаеву. Также мы спели песню про Первую мировую войну, получается, про гражданскую войну. И получили вот такие замечательные призы. Диск от аванрадио и магнитики. Для тех, кому одного дня было мало, напоминаем. Музей Чапаева работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов.